Идиоматичный Kotlin, то есть про то, как на Kotlin программировать хорошо и правильно. И в частности, вот одна из вещей, которые особенно отличают Kotlin с точки зрения программирования хорошо, это домены специфичной языки. То есть, соответственно, я расскажу и про то, как их строить на языке Kotlin. Собственно, почему именно я про это рассказываю? Во-первых, я соавтор книжки Kotlin в действии, которая даже на русском языке вышла прошлым летом. То есть я в процессе работы над этой книжкой, понятно, довольно много собирал информации по поводу того, чему вообще стоит и не стоит учить людей. И кроме того, официальные Coding Conventions, которые вы можете найти на сайте языка Kotlin, это тоже документ в основном моего авторства. То есть понятно, что это совместная работа с коллегами. Но я довольно много именно своего времени потратил на то, чтобы собрать и организовать все, про что нам кажется, как нужно на Kotlin программировать правильно. Мой доклад не повторяет этот документ, если что. То есть я буду рассказывать много вещей, о которых там нету, но какие-то вещи, они удублируются между тем, что можно найти на сайте, и тем, что я сегодня буду показывать и рассказывать. Вот, собственно, что такое идиоматический? То есть в русскоязычном... То есть, как всегда, в обычных таких случаях мы идем в словарь и смотрим значение слова. В русскоязычных словарях слова идиоматический нету пока что, но вот в англоязычном можно найти, что идиоматический – это такой, который естественен для человека, для которого этот язык родной. То есть если говорить о языке программирования, идиоматический – это соответствующий общепринятому стилю и эффективно использующий возможности языка. Поскольку Котлин язык молодой, там для него об общепринятом стиле говорить пока что, ну, мы пытаемся, в частности, его сформировать нашим документом про Котинг-Конвенженс и вот этими презентациями. Ну, эффективно использование возможности языка тут проще, то есть мы знаем, что язык может, и просто подсказываем какие-то вещи, которые, может быть, не самые очевидные, про то, как этими возможностями пользоваться. Вот, ну, для начала основы, то есть как бы самые простые вещи. То есть первое, про что я хочу сказать, это, собственно, настройки стиля форматирования. То есть документ про Котинг-Конвенженс появился сравнительно недавно, и мы не сразу поняли про то, как… То есть в процессе работы над ним мы поняли, как же, на самом деле, мы хотим, чтобы код на Котлине правильно оформлялся. Поэтому настройки форматирования, которые сейчас есть в плагине из коробки, они немножко отличаются от того, что мы рекомендуем в Style Guide, просто для того, чтобы не портить людям существующий код. Если вы хотите форматировать код в соответствии с документом Кодинг-Конвенженс, вам нужно пойти в Code Style Settings, нажать на ссылку Set From в правом верхнем углу и выбрать Predefined Style Code in Style Guide. И вторая вещь, которую мы рекомендуем вам сделать, это включить инспекцию, которая ругается на код, который не отформатирован в соответствии с настройками форматирования кода в проекте. То есть, лично я вообще считаю, что тратить время живых людей на споры по поводу Style Guide и на то, чтобы писать друг другу замечания по поводу несоответствия Style Guide, это вообще один из самых неэффективных способов трата времени. То есть, когда один высокооплачиваемый программист руками печатает комментарий, пожалуйста, добавь пустую строку, и другой высокооплачиваемый программист пишет комментарий к коммиту, исправлен замечание по код-древью, и потом это коммитит. Мне кажется, тут, в общем, стоимость этого перевода строки в долларах оказывается такой довольно уже заметной величиной, которую можно совершенно избежать. То есть, просто включаете это инспекция, инспекция вам не будет говорить, что вот тут не хватает одного пробела, а тут нужно добавить пустую строку. Инспекция говорит просто, файл отформатирован неправильно. Дальше у него есть один фикс, сформатировать файл правильно. Все, никакой конкретики, никаких размышлений о том, что где, почему, неправильно. Просто нажали Ctrl-Alt-L, файл стал правильно отформатированный, и закоммитили, работаем дальше. Не тратить никакое время живых людей на добавление пустых строчек. И, кроме того, следующий набор инспекций, про который я хочу сказать, это инспекшены, которые соответствуют naming convention. то есть styleguide говорит о том, как правильно называть классы, методы, переменные и так далее. И есть инспекшены, которые это проверяют. Если вы хотите почему-то отклоняться от styleguide и использовать какие-то другие стандарты в своем коде, у вас есть возможность эти инспекшены настроить. То есть за каждого типа элемента можно написать regExp, как именно должно выглядеть название этого элемента. Но я надеюсь, что большинство людей не будет это делать, а будет просто использовать эти инспекшены. они, в отличие от предыдущего, по умолчанию включены. И помимо этого, на самом деле, там есть еще куча всяких других инспекшенов, которые ругаются на всякие другие вещи, которые вы не очень хорошо, может быть, пишете на кодлиннее. Просто рекомендую обращать на них на всех внимание и, собственно, следовать их советам. Теперь, собственно, перейдем к разговору о конкретных языковых возможностях, которые, может быть, не всем известны и не всем очевидны, как именно они улучшают код. То есть первое, что я покажу, это, собственно, возможность использования when как выражения. То есть оператор when в кодлинне соответствует оператору switch в java. Он обладает большим набором дополнительных возможностей, то есть он не ограничен тем, что вы можете сравнивать константы, вы можете сравнивать любые элементы в качестве того, на чем вы выполняете when. И второе его ключевое, в отличие от java switch, это то, что он является выражением. То есть чем отличается вообще оператор от выражения? Что оператор — это что-то, что стоит на топливе или функции, вы не можете с ним ничего сделать, вы не можете там в java к оператору for, вы не можете написать x равно for чему-то там. В кодлинне, то есть выражение — это то, что может использоваться как часть другого выражения. То есть, например, вы можете написать там, в java можете написать x равно 2 плюс 2 — это выражение. В кодлинне вы можете написать x равно if что-то, else что-то. И точно так же вы можете использовать в качестве выражения when. И когда вы это делаете, вы можете также использовать это выражение в качестве тела функции. То есть в кодлинне есть два вида тела функции. Это, собственно, блок-боди и expression-боди. То есть блок-боди — это обычно как в java фигурные скобочки с оператором return. Expression-боди — это одно выражение. То есть просто вы пишете после декларации функции равно и дальше пишете это самое выражение. В качестве такого выражения может выступать оператор when, как вы видите, собственно, на втором примере. То есть у вас уходит оператор return, уходит return type, потому что компилятор теперь может его вывести на основании анализа типа этого выражения. Вы можете все равно его оставить для понятности или можете его не писать, как вам больше нравится. И получается тем самым более компактный и простой код, чем то, что мы видим слева. Вторая вещь, на которую я хочу обратить внимание в контексте разговора про when, это силт-классы. То есть слева написан код, который, ну, такие примерно вещи называются abstract data type, то есть это довольно простой пример, типа, который, там, результат может иметь несколько вариантов. Это либо успех, либо неуспех, и ничего другого не может случиться. То есть у нас либо успешно завершилась операция, либо неуспешно. И есть какая-то функция, которая его обрабатывает. Если мы пишем вот такой код, как здесь написано, там нам нужно обязательно написать ветку else, потому что, строго говоря, никто нам не гарантирует, что где-то в другом модуле, в другом месте программы нет еще какого-то третьего класса result, там not found или там, не знаю, что-нибудь еще программисты придумали странное. И поэтому нам нужно обязательно написать этот самый else, в котором мы не можем ничего содержательного написать, потому что такого быть не должно. Но если мы объявим этот, пометим этот класс как sealed, то это нам запретит создавать подкласс этого класса где-либо кроме этого же самого source файла. То есть поскольку в этом самом source файле написаны success и failure, то мы, соответственно, знаем, что никаких других вариантов нету. Соответственно, ветка else, которая была слева, она просто уходит. Нам просто не нужно ее писать. И если этот класс, такой сил класс объявлен в другом модуле, и, там, не знаю, например, вы используете какой-то класс из библиотеки, написали какой-то when, который обрабатывает возможные варианты от библиотечного класса, и в библиотеке появился какой-то новый вариант этого класса, то ваш when просто не скомпилируется. То есть вы узнаете на этапе компиляции о том, что есть какая-то ситуация, которую вам нужно обработать, и вы сможете понять, что да, вам нужно сейчас написать немножко кода, который эта ситуация обработает. Вот, собственно, дальше как бы следующее, про что я хочу сказать, это Elvis. Но сам по себе оператор Elvis, наверное, многим знаком. Тут я просто покажу вкратце, что это такое. Это, собственно, оператор для работы с null-балозначениями. То есть в данном примере, если у нас name не… То есть вот код справа делает то же самое, что код слева. То есть если у нас name не равно null, то мы берем этот name. Если равен null, то, соответственно, берем что-то другое. То есть вопросительный знак в данном случае. Вот, опять же, пример использования if как выражение. То есть в Java вы не можете написать val x равно if, а на Kotlin можно так писать. Это вместо тернарного оператора. Если вы хотите знать, будет ли в Kotlin тернарный оператор, приходите сегодня в 8 часов на BOF, спросите об этом у Андрея Бреслова. Он вам, наверное, что-нибудь про это скажет. Вот. Так вот, соответственно, Elvis – это про nullability. И вот этот пример довольно простой. Это, как бы, надеюсь, что всем понятный. Интересная часть начинается дальше. То есть в Kotlin являются выражениями не только вещи типа if и when, но также являются выражениями return и throw. То есть вещи, которые прекращают выполнение метода. И поскольку они являются выражениями, вы точно так же можете использовать их в правой части оператора Elvis. То есть, например, если у вас есть какой-то person, вам нужно проверить, знаем ли мы сколько лет этому человеку. Мы можем, понятно, написать ifh равно null return, старый добрый javский код. Можно написать короче. Можно написать val age равно p.h, вопрос двоеточие return. То есть очень компактно мы можем сказать, что если мы не знаем сколько лет человеку, и, соответственно, нам не надо его работать, мы просто выходим из функции. Очень компактно. И при этом работает SmartCast. То есть компилятор знает, что если оказалось, что age был null, то, соответственно, правая часть, то, соответственно, выполнение не будет продолжено. То есть если у нас был val age двоеточие int вопрос, в описании класса, то при этом вот эта перемена и перемена age будет типа int. То есть мы точно знаем, что она не null, и можем, соответственно, все не null вещи с ней делать. То есть обращаться, работать с ней как с не null значением. Это очень удобно. И то же самое работает для throw. То есть если нам на самом деле не нужно просто выходить из функции, а нужно аж кинуть даже exception, потому что это на самом деле необходимая часть данных для нас, мы можем точно так же написать вопрос двоеточие, и после вопроса двоеточие написать throw, выкинуть exception, который нам нужен. И опять же работает SmartCast. То есть опять же компилятор знает, что если это было null, то выполнение не будет продолжено, соответственно, это стало not null. То есть он знает, что это not null. Следующий пример тоже про nullability. То есть всякие вещи типа Elvis и SafeCall, они очень хорошо работают, когда у нас есть просто какое-то простое значение, переменная какая-то, которую нам нужно там проверить, обработать в случае, когда это переменная либо null, либо не null. Иногда у нас бывают более сложные случаи, то есть когда у нас есть какой-то мембер объекта, какое-то свойство объекта, которое нам тоже нужно обработать. И там вообще это становится чуть-чуть сложнее, потому что нам, во-первых, становятся более длинные условия, которые нам нужно повторять. Во-вторых, у нас оказывается, что те же самые SmartCast не всегда и работают, потому что если это значение не константно, то оно может быть изменено между тем, как мы его проверили, и тем, как мы к нему обращаемся второй раз. Соответственно, автоматического изменения типа в этом случае не происходит. Но, к счастью, у нас есть другой инструмент, который нам позволяет с такими ситуациями работать. Этот инструмент — это сочетание оператора безопасного вызова, вопрос-точка, и функция стандартной библиотеки лет. Функция стандартной библиотеки лет, собственно, не делает ничего, кроме того, что она получает в качестве параметра лямбду, и она вызывается, это extension функция, которую можно вызывать на любом объекте, и она, соответственно, выполняет эту лямбду и возвращает значение. То есть то, что написано слева от вопрос-точки, становится доступным в теле лямбды как неявная переменная id. Соответственно, прием мы уже точно знаем, что она не null. То есть, например, я сейчас попробую даже в IDE это показать. PresentationMode. То есть IDE для неявных параметров лямбды умеет показывать тип. То есть в данном случае здесь показано, что id в точке string. То есть у нас была переменная типа string вопросик, внутри let она будет типа string, потому что мы знаем, что если она была null, то тело лямбды не выполняется. Еще одна вещь, на которую здесь нужно обратить внимание, это то, что это вот это… Так, это вот это… Сейчас. Это слово inline в описании функции let. То есть, поскольку это функция inline, соответственно, при ее таком использовании у нас нет никакого оверхеда. У нас не возникает там создание объекта, который копчивает переменные лямбды. У нас не возникает какого-то вызова метода. То есть кемпулятор просто вставляет все вместе, вставляет тело метода let, вот то небольшое тело, которое вы здесь видите, а также саму лямбду просто вместо вызова. То есть получается линейный байт-код без всяких вызовов, без всяких созданий объектов, просто то же самое, как если бы мы написали то, что у нас слева. То есть никакого дополнительного оверхеда по перфонансу здесь нет. Вот. И следующий пример – это, собственно, это функция похожая на let, который очень часто используется для инициализации объекта. То есть вот слева написан такой код инициализации в стиле Java, то есть мы создали объект, выставили одну пробитку, другую пробитку, вернули объект. Label, 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 label. Довольно дурацки так писать. В Java люди, которые не любят так писать, очень часто заводят билдеры, дальше начинают придумывать какой-то фривор, который будет им эти билдеры генерировать, потому что писать их руками скучно. В Kotlin это все оказывается не очень нужно. То есть можно все равно писать билдеры, есть случаи, когда они полезны. Но в очень многих случаях можно вместо этого просто воспользоваться методом apply. То есть метод apply просто, он точно так же получает лямбду, и в теле этой лямбды можно просто обращаться к мемберам этого объекта просто без всякого дополнительного квалификатора. То есть просто вот этот текст равно, но это установка свойства текст вот для той лямбды, на которой мы вызвали этот метод. И метод apply возвращает, собственно, тот объект, на котором он был вызван. То есть в данном случае возвращает тот самый лейбл, который мы пытаемся создать. Соответственно, опять же, мы можем это все сконвертировать в expression body, то есть нам не нужно писать return, нам не нужно писать тип. Получается вот такой простой, понятный код для инициализации объекта. Очень часто такими штуками можно целый граф объектов инициализировать. То есть вам нужно создать какое-то, не знаю, дерево UI-ных компонентов, вы можете при помощи там apply и каких-то методов типа add одним выражением сконструировать большой граф объекта. Получается довольно удобно. Следующее, на что я хочу обратить внимание, это вот строки с тремя кавычками. То есть в джавском коде время от времени встречаются многострочные конкатенации. И в Kotlin можно вместо того, чтобы писать многострочные конкатенации, писать строчки в трех кавычках. Эти строчки могут содержать пробелы, могут содержать переводы строки, могут содержать вообще все, что угодно. И вот ровно то, что написано в сурш-коде, то и будет значением строчки. Почему здесь написано trim-indent? Потому что те пробелы, которые вы видите в сурш-коде, которые на самом деле нужны для того, чтобы это все красиво выглядело, они на самом деле не нужны в... Вам не нужно, чтобы они были частью строки. Поэтому вы вызываете вот этот специальный метод в Kotlin в сконструировой библиотеке, который инденты каждой строчки отрезает. И поскольку это частый паттерн, который мы рекомендуем использовать, мы планируем научить компилятор понимать этот код и делать так, чтобы вот это самое обрезание происходило на этапе компиляции, а не в рантайме. Прямо сейчас это происходит в рантайме, но довольно скоро случится так, что лишнего оверхеда на этот вызов в рантайме не будет. И на самом деле паттерн этот... Мы тут сделали в Kotlin решение. На самом деле в Java сейчас тоже есть пропозал сделать тоже синдекс для роу-строчек. Там будут использоваться бэктики вместо трех кавычек, но по сути то же самое. Ну а для случая, если у вас на самом деле есть пробелы, которые должны быть частью строки результирующей, у нас есть другая функция 3-margin, которая отрезает не все пробелы в начале каждой строки, а все символы до какого-то специального маркера, который по умолчанию является вертикальной палкой. Вы можете задать другой маркер, если вам нужно, чтобы вертикальная палка у вас была внутри строки. Опять же компилятор скоро научится это понимать. Вот такой полезный синдексис. Дальше еще один очень простой пример про проверку на диапазон. То есть можно... Вот очень простой код, который проверяет, что какое-то значение находится в диапазоне. Вроде все просто, но можно сделать еще проще. То есть вам даже IDE подскажет, что если вы написали тот код, который слева, она автоматически предложит заменить на то, что написано справа. То есть оператор две точки создает объект типа диапазон, который от левой границы до второй границы включительно. И оператор IN проверяет, что значение в этом диапазоне находится. Когда я говорю про создание объекта, вы можете начать волноваться, конечно, потому что не можем же ему предлагать советы, которые портят перформанс. Действительно, компилятор в этом случае понимает семантику кода. Если вы вызовете декомпилятор, собственно, посмотрите на байт-код и его декомпилируете, вы увидите, что компилятор убрал здесь создание объекта. То есть на самом деле на рандайме происходит то же самое, как если бы вы написали if с двумя условиями явно. То есть тут никакого overhead нет. Следующий пример тоже про рейнджи. То есть, как вы, наверное, знаете, в Kotlin нет оператора for, как такого C-style оператора for, с тремя частями, инициализация, шаг и условия завершения. Вместо этого у нас, соответственно, все операторы, это итерация по какому-то iterable, и, соответственно, если вам нужно перебрать числа от 1 до n, то вам, соответственно, нужно использовать операторы две точки, которые вам создаст рейндж. Тут потенциал для улучшения заключается в том, что у нас есть функция стандартной библиотеки until. То есть если оператор две точки всегда создает рейндж, который содержит оба своих конца, то довольно часто есть ситуации, когда если у вас там нумерация с нуля, то вам размер не нужно включать. Соответственно, вместо того, чтобы писать две точки и минус один, вы можете написать until, который это в себя инкапсулирует. Вот. И это довольно хороший способ решить задачу, которую мы тут делаем, то есть перебираем все аргументы main с индексами. Можно сделать еще немножко лучше. То есть можно вместо этой функции until воспользоваться функцией withIndex, которая, соответственно, возьмет массив и сконвертирует его в массив пар. В каждой из пар первым элементом будет индекс, а вторым элементом будет значение. И дальше вы можете вот более таким, более компактным, более надежным кодом просто итерироваться по значениям и индексам одновременно. В этом месте компилятор пока недостаточно умный. То есть в этом случае, если вот сейчас это напишите в сегодняшнем код, у вас действительно будет создаваться, для каждого элемента будет действительно создан объект index value, и действительно будем бежать итератором по этой последовательности index value. Но это тоже все будет умно, тоже все будет быстро, и тоже компилятор будет это все убирать. Дальше следующая группа советов, которые я назвал, они условно называются проклассы и функции. На самом деле тут понятно, что оно все так. Любой совет затрагивает больше, чем одну область. Поэтому эти все категории довольно условные. Но тем не менее. Сначала очень простой совет про значение параметров по умолчанию. Я надеюсь, что все знают и умеют пользоваться. То есть тут мой самый любимый пример это конструктор JavaLandThread, у которого есть аж 8 разных оверлодов. Здесь у вас в коде есть 8 разных оверлодов, 8 раз копипейчный JavaDog. С этим вообще довольно противно работать и тяжело. В Kotlin, к счастью, очень часто можно такого не делать. То есть вместо того, чтобы заводить оверлоды с разным количеством параметров, вы просто можете задать для параметра значение по умолчанию. То есть написать, что сепаратор в 2.string, если сепаратор не указан, взять запятую. Соответственно, у нас получается не 2 оверлода, а 1. И можно опять же создать, то есть если там у нас параметры, у которых может быть дефолтное значение, например, 6, то, соответственно, количество оверлодов уменьшается драматически. И опять же, еще одно преимущество заключается в том, что вы сразу видите, какое значение будет использовано. Потому что если у вас есть javsky код, в котором есть 2 оверлода, в одном на один параметр меньше, то чему будет равен этот параметр в случае вызова именно такого варианта метода, вы не видите. Здесь это сразу видно в декларации. И вторая фича, которую мы используем для того, чтобы с этим кодом было легко работать, это вот это самое сепаратор равно. То есть мы используем так называемые именованные параметры для того, чтобы сделать для читателя кода понятным, что же за значение мы передаем в этот метод print. То есть какой же будет смысл, физический смысл этой палки. То есть на самом деле IDE в некотором моменте научилось нам это показывать. Сейчас. Сейчас у меня нету что-то этого примера. Есть у меня этот пример. То есть если вы, например, даже не уберете здесь написание колумб-сепаратора явно, вам IDE может почему-то не подсказывает, на самом деле, что это за… Да, почему-то это не работает у меня сейчас. Ладно. Короче, IDE может показывать название этого параметра прямо даже если оно не написано явно. Но все равно там для ситуации, когда там это как код-ревью, чтение кода на GitHub и так далее, все равно более понятно, когда это выписано явно в коде. Следующее, про что я хочу рассказать, это модификатор лейтенит. То есть в Kotlin есть прекрасная поддержка на лоббилити, которая вам запрещает вызывать методы на чем-либо, что может быть равно null. Но при этом очень часто вам нужно… У вас есть какой-то объект, который вы не можете инициализировать в конструкторе. То есть, например, это тест, и вам нужно писать инициализацию в методе setup. Или это Android-приложение, и вам нужно писать инициализацию в методе onCreate. И, соответственно, поскольку вы не можете задать значение в конструкторе, то единственное, чем вы можете инициализировать это значение, это null. И это вас вынуждает использовать nullable-типа. Если вы используете nullable-тип, то в любом месте, где вы используете потом значение этого типа, вам нужно либо проверять на null, что бессмысленно, потому что вы знаете, что там nullа никогда не будет, либо писать вот эти два расстоятельных знака, которые выглядят довольно поуродски, которые специально выглядят довольно поуродски, чтобы показывать вам, что вы делаете что-то не так. И это все получается не очень клево. Вместо этого можно пометить эту перемену как late-init. И это слово late-init означает, что я обещаю, что да, я не знаю, что я не могу это инициализировать в конструкторе, но я обещаю, что я это сделаю потом, когда-то. Например, в setup или в onCreate. И компилятор вам верит, компилятор вам говорит, что окей, раз вы знаете, что будет инициализировано позже, вы можете написать not null-тип и можете когда-то потом присвоить значение. Но при этом, если вы на самом деле компилятор обманываете, то вы увидите четкий и понятный exception, который вам скажет, что у вас не просто будет npe, что вы на чем-то вызвали метод, и это что-то оказалось равно null, а вы увидите конкретный exception, который скажет, что вот у вас есть переменная, которая называется такта, вы обещали ее инициализировать перед использованием, а на самом деле использовали не инициализировав. И вам, соответственно, сразу станет проще разбираться, что у вас случилось и почему так получилось, и что нужно сделать, чтобы это починить. Следующий пример про дата-классы. То есть вам довольно часто хочется написать функцию, которая возвращает несколько значений. То есть один способ это сделать, который вот сейчас показан в этом примере, он, в принципе, тоже довольно неплохой котленовский способ. То есть у нас есть в стандартной библиотеке класс pair, которая содержит пара из двух любых значений. Есть инфиксная функция to, которая берет два любых значения, создает из них эту самую пару. Дальше вы можете эту пару вернуть из метода и вызвать у нее, соответственно, property first и property second. Это хорошо, но не очень. Почему это не хорошо? Потому что непонятно, что в данном случае вот эта единичка, она что означает. Вот вы не знаете, как бы не можете глядя на этот код, понять, в чем физический смысл этой единички. К счастью, в код не очень просто создавать классы. То есть создать дата-класс, который будет объединять два значения, это вот просто одна строка кода. Если это slide, то это четыре строки, потому что места мало. В обычном коде это одна строка. И вы здесь пишете, что это ага, это не просто int, это на самом деле rank, то есть это место, которое занял игрок в результате какой-то игры. И дальше вы возвращаете game result, и сразу понятно, что, то есть понятна семантика данных, с которыми вы работаете. А для того, чтобы эти данные обработать, мы здесь используем destructuring declaration. То есть это на самом деле то, что я уже мельком использовал в других слайдах, я просто здесь остановлюсь на этом подробнее. Что мы можем автоматически распаковать объект и инициализировать несколько переменных значениями компонентов этого объекта. То есть в данном случае вот rank будет присвоен в переменную number, а name будет присвоен в переменную name. Почему важно, что это data class? Важно, что это data class, потому что для data class компилятор генери специальные методы, компонент 1, компонент 2 и так далее по количеству проперсий, которые объявлены в праймере конструкторе. И дальше такая декларация просто транслируется в вызовы этих методов и в присвоение значений вызовов этих методов в соответствующие переменные. Тут надо помнить, что если вы такими штуками пользуетесь, то вам нужно довольно осторожно рефакторить ваш код, потому что если вы поменяете местами две переменные, две проперсти в декларации вашего класса, они будут одного и того же типа, то семантика такой декларации может измениться. Соответственно, вам нужно, то есть если вы используете change signature рефакторинг, то он вам автоматически обновит такие вызовы. Но если вы делаете это руками, то может оказаться, что у вас будет измениться семантика кода молча. Хорошо, если тесты у вас это понимают. Соответственно, нужно иметь это в виду. Мультидекларации также работают в циклах. Опять же, я на самом деле мельком уже это показывал в примере про weight index. Вот это просто другой пример на то же самое, что если мы хотим проэтерироваться по мапе, мы можем просто брать те элементы, которые в ней лежат, сразу распаковывать их в ключ и значение, и очень удобно с ними работать. Дальше, кстати, обращу внимание, что мы тут используем стрин... Тоже опять же уже это встречалось. Мы используем string template для того, чтобы их распечатывать. То есть у нас есть возможность автоматически вставлять значения переменных или значения каких-то выражений в строковый литерал. Не вызывая string формата или конкатенацию, а писать вот так через доллар. Очень удобно. Вот еще одна штука, которая менее известна, это то, что мультидекларации также можно использовать для распаковки коллекций. То есть, например, у нас есть функция split, которая берет срочку и разбивает ее по какому-то сепаратору на какие-то куски. То есть, например, имя файла по точке на имя расширения. И можно просто, понятно, взять split, он нам вернет коллекцию, дальше берем первый элемент коллекции, второй элемент коллекции, засовываем переменные. Но можно также это делать при помощи деструктивной декларации. То есть, опять же, мы пишем val name ext равно вот эту саму сплиту. Тут как бы тонкий момент получается в том, что нам нужно убедиться, что в этой коллекции будет достаточно элементов, потому что если мы напишем name ext, а в коллекции один элемент, то у нас просто случится index out of bounds exception. это не очень здорово. Соответственно, поэтому я здесь явно проверяю, что у меня есть действительно точка в имени файла. И если она есть, значит split обязательно вернет коллекцию из двух элементов, а не одного. Но, тем не менее, довольно удобно. Как это работает? Это работает просто за счет того, что на классе list объявлена extension функция component1, которая, соответственно, возвращает первый элемент. И точно так же, как здесь объявлены extension функции на классе list, вы также можете написать такие extension функции на ваших собственных классах, даже если они написаны на Java, чтобы использовать их в каком-то котленовском контексте, например, с мультирекларациями. Вот, это как бы был блок как бы про классы и функции, теперь следующий блок это как бы про стандартную библиотеку. То есть я, понятно, уже про много чего рассказывал, там про let, apply, вот тот же самый to, это все функции стандартной библиотеки. Но они как бы были в каком-то более широком контексте. И тут я расскажу конкретно про именно конкретные функции стандартной библиотеки, которые упрощают какие-то use case. Первое, что я хочу показать, это опять же вернуться к теме проверки аргументов. То есть я показывал примеры, как у нас была проверка аргументов про на лобилити. Иногда нам нужно делать какие-то другие проверки. То есть, например, проверить, что человек, с которым мы работаем, совершенно летний. Иначе мы платежи от него принимать не можем или еще что-нибудь такое. Вот вместо того, чтобы писать явный if and throw, у нас есть функция require стандартной библиотеки, которая просто вычисляет какое-то условие. Если это условие неверно, оно выполняет лямбду, то есть выполняет лямбду, который возвращает сообщение об ошибке и выкидывает соответствующий exception. Почему здесь лямбда? То есть почему здесь эти фигурные скобки? Для того, чтобы не вычислять вот этот самый текст, который мы хотим выбросить в качестве ошибки, если ошибки никакой нет. То есть если мы в этом тексте хотим использовать какие-то там, не знаю, подстановки или что-то еще, то нам не хочется при каждом выполнении функции его вычислять, а хочется вычислять его только тогда, когда у нас действительно нужно выкинуть exception. Следующая функция, на которую я хочу обратить внимание, это функция filter as instance. То есть понятно, что в Kotlin есть обычные функции filter map и так далее, как во всех функциональных языках, которые выбирают из списка элементов, для которых какой-то предикат вернул true, или там map — это применение функции к объекту и возвращение коллекции объектов соответствующих. То есть если у нас есть объект, который содержит элементы какого-то типа, нам нужно найти в нем элементы более конкретного типа. Собственно, наивный способ это сделать — это вот так. Фильтр и дальше лямбда, который просто проверяет, что это id, то есть соответствующий элемент списка, является элементом нужного типа. И это хорошо, но не очень. То есть правильный способ делать это другое. Это использовать метод filter as instance и передать там в качестве type параметра собственно тот тип, который вас интересует. То есть filter as instance string. Почему это хорошо? То есть вроде как буквы больше справа написано, чем слева. Хорошо это потому, что левая функция возвращает список от t, а вторая функция возвращает список от string. То есть в первом случае компилятору очень сложно догадаться о том, что на самом деле семантика этого кода такая, что у вас меняется, что у вас как-то меняется тип коллекции. А в втором примере это просто часть контракта этой функции. То есть она просто возвращает список тех элементов, которые указаны в качестве ее type параметра. То есть нам понятно, работать с результатом вызова правой функции намного удобнее, чем работать с результатом вызова левой функции. Следующий пример как раз вот про map. То есть вот у нас, понятно, есть функция map, которая применяет функцию. И нам довольно часто нужно применить какую-то функцию и выбрать те элементы, для которых эта функция вернула не null. То есть можно это сделать за две операции. Можно написать map и потом написать фильтр not null, чтобы выкинуть те штуки, где это был null. Можно сделать короче, можно сделать это за одну операцию. Map not null, это она просто объединяет первое и второе. Мало того, что она их объединяет, она это делает еще и более эффективно. То есть в левом примере у нас будет, на самом деле, создана промежуточная коллекция, в которой будут сложены результаты работы map и на которой будет потом натравлен фильтр not null. Если мы не хотим создавать промежуточные коллекции в подобном коде, мы тоже можем это делать. То есть мы можем воспользоваться методом s-sequence, который создает последовательность. Так, давайте я даже попробую вам VDE показать быстренько. То есть вы можете, на самом деле, то есть есть такой способ переписать этот код. Вы можете написать здесь s-sequence. Дальше, собственно, все остается как есть. Map и фильтр. Да, собственно, это будет теперь sequence. То есть sequence это ленивая последовательность элементов. То есть в случае, если вы используете map и фильтр на с-sequence, у вас как бы не будет создаваться промежуточной коллекции. То есть у вас будет, соответственно, то есть на самом деле, если, давайте так напишу, то есть на самом деле это просто стрим. То есть вот в этом примере реально как бы создание коллекции будет, то есть для каждого элемента исходной коллекции мы прогоним ее через весь набор вот этих шагов, ну как для стрима ровно. То есть сначала сделаем map, потом фильтр, потом если фильтр что-то отдал, то добавим то, что отдал фильтр в коллекцию результирующую. Соответственно, это более эффективно. Но все равно как бы смысл в том, что для конкретно такой операции все равно писать map.not.pal проще, короче и ровно более эффективно. Вот. Дальше хочу немножко сказать про компараторы. То есть компараторы на Java писать занудно и муторно, и если вдруг это нужно делать, вам сразу хочется взять какую-то библиотеку, которая вам это ускорит. То есть там Apache Commons позволяет вам более удобно писать компараторы, Guava позволяет отлично совершенно писать компараторы при помощи класса comparison chain. Но в Kotlin это все есть в стандартной библиотеке. То есть вам не нужно брать никаких FAT-party инструментов. Вы просто вот используете метод compareby. Сравниваете, говорите, по каким свойствам вы хотите сравнивать. Хочу сравнивать человека сначала по имени, а если имя одинаковое, то по возрасту. То есть вот такой очень простой, понятный, легко читаемый код вам сразу отсортирует список нужным вам компаратором. Там всякие другие полезные штуки про компараторы тоже есть, но вот это просто то, чтобы просто не тратить много времени, я покажу именно это. Дальше почитайте документацию PSTD-либу, там есть еще всякое разное интересное. Следующий метод, который я хочу показать, метод groupby. То есть из названия должно быть примерно понятно, что он делает. То есть у нас вот сейчас есть, например, у нас есть список запросов, мы хотим эти запросы сгруппировать по тому, в какой странице они обращались. И мы сейчас пишем какой-то вот такой не очень простой код, который это делает. То есть мы создаем мапу, ключом которой является строчка, а значением которой является список. Дальше мы бежим по нашей коллекции, для каждого элемента смотрим, есть ли в мапе соответствующий ключ, если нету, то создаем его. Мы при этом делаем это очень идеоматическим способом. Мы используем функцию getOrPoot, которая, собственно, как раз для такого ленивой инициализации ключей мапы отлично работает. То есть если там есть значение для соответствующего ключа, он его возвращает, а если нет, то он выполняет лямбду и возвращает то, что развернуло это лямбда, и заодно кладет это в мапу по этому ключу. То есть, в принципе, все красиво, но очень длинно, потому что есть метод groupby, который все вот это самое за нас делает, вот ровно то, что написано слева. И поскольку в случае это частое, то мы, в общем, включили это в стандартную библиотеку и сами часто пользуемся, оказывается, довольно полезно. Следующее, про что я хочу сказать, это про то, как плохо пользоваться regExp. То есть неплохо, но необязательно. То есть у нас есть, например, задача, что вот нам нужно, у нас есть путь, нам нужно его разбить, вытащить из него каталог и имя файла. Для такой задачи, конечно, есть решение в любом нормальном стаделиве, в частности в котленовском, но очень часто похожий код приходится писать руками. И очень часто первый инструмент, к которому тянется рука, это написать регулярное выражение. Вот так сделано. Для этого тоже в котлене есть вся поддержка. То есть у нас есть свои регулярные выражения, которые там обертывают javascript, regExp.pi, которые чуть-чуть более удобно делают с ним работу. Но это все равно не идеально. То есть это все равно довольно сложно читать потом, разобраться в таком регэкспе, что же он на самом деле делает. Не очень просто. И для простых кейсов, когда нам не нужно на самом деле что-то очень сложное, мы можем вместо этого просто взять функции для парсинга, которые есть в сценарии библиотеки. То есть взять строчку перед последним слышом, взять строчку после последнего слыша. Все понятно, все сразу видно, что происходит. Не нужно пытаться поднять, что там у нас за скобочки, точечки и что, чем матчится, что это все значит. Очень простой код. Тут тоже надо помнить про перформанс, потому что при regExp мы знаем, что regExp гарантированно пробегает по строчке один раз. А такие функции, каждый из них бежит по строчке отдельно, соответственно, могут быть случаи, когда, если вы парсите 2-мегабайтный кусок текста, а еще лучше много 2-мегабайтных кусков текста, то для вас это то, что вы парсите, пробегаете несколько раз, может быть критичным, и вы можете хотеть этого избежать. Но для простых случаев, если вам действительно нужно распарсить имя файла, то оверхед на то, что вы пробежите там по 2 раза по этой строчке, коротенькая, но в общем он пренебрежимо малый, можно про это просто не думать. Вот, соответственно, просто пишите так, и у вас более простой читабельный понятный код. Вот, собственно, это то, что я хотел рассказать про всякие полезняшки в языке и стандартах кодлина. Теперь всем нужно резко проснуться, потому что сейчас будет смена некоторых переключений передач, и сейчас будет немножко, чуть-чуть, может быть, посложнее. То есть сейчас будет про доменно-ориентированные языки. Что такое вообще доменно-ориентированные языки? То есть люди очень часто говорят, что вот мы не хотим писать на… То есть у нас есть какой-то язык программирования общего назначения, нам с ним, может быть, как-то громоздко, длинно что-то писать. Давайте сделаем маленький язычок, который будет понимать, который будет уметь ровно то, что нам нужно для кодлиной задачи. Без всякого шума, без всякого каких-то конструкций, которые нам будут не нужны. То есть, например, понятно, сиквел, классический пример, там в сиквеле нельзя объявить класс. То есть, ну, потому что вы, когда пишете скольт-запрос, вам не может захотеться объявить класс. Поэтому там нет никакого синтаксиса для этого, вам не нужно про это думать, просто нету ничего, что для этого делается. Но обычно, как бы, при традиционном подходе к доменно-ориентированным языкам, типа сиквела, начать у себя использовать такой инструмент, вообще это довольно много геморроя. То есть вам нужно придумать синтаксис, вам нужно написать для этого синтаксиса парсер, вам нужно там еще, если вам хочется подсветки синтаксиса, то вам нужно еще какую-то поддержку в редакторе написать, не дай бог, еще плагин к идее. Это сразу становится уже настолько сложно, что просто мы говорим, что нет, давайте мы лучше не будем так делать. Есть как бы, соответственно, но при этом хочется, чтобы писать красиво и компактно. И в какой-то момент появился термин embedded DSL, то есть внутренний DSL. И люди говорят, что вот, нам не хочется писать парсер, нам не нужно, не хочется это все сложное делать, давайте мы будем писать, давайте мы возьмем какой-то язык с гибким синтаксисом и будем программировать на этом языке таким образом, чтобы это выглядело как программа, как будто бы это настоящий DSL, то есть как будто бы там нет никакого лишнего синтаксиса, как будто бы там нету какого-то мусора, еще чего-то. Соответственно, вам задача сразу становится на порядок проще. То есть не нужно писать парсер, не нужно придумывать какой-то способ интеграции между этим DSL и вашей программой, вы просто пишете код на том языке, на котором вы вообще программируете сегодня. И в этот момент возникает вопрос, а что же такое DSL? То есть очень многие люди просто говорят, что вот DSL это круто, DSL это красиво, и начинают называть DSL все подряд. И когда хотят сказать, вот в качестве маркетинга, у нас красивый, в нашей библиотеке клевый IP DSL. И строго говоря, в принципе, какого-то четкого критерия, который отличает DSL от нет DSL, в общем-то нету. Я вижу на код и вижу вот это DSL, смотрю на код, вижу DSL, не DSL. Но на самом деле я все-таки подумал о том, что же такое, в чем же смысл этой всей конструкции. И с моей точки зрения, называть что-то языком можно, если это что-то имеет грамматику. То есть если мы не просто там составляем какие-то конструкции, операторы вызов в произвольном порядке, то есть если у нас есть какая-то структура, то есть если у нас происходит именно отход от линейной структуры, появляется какая-то более сложная структура, специфичная именно для языка. Точно так же, как грамматика русского языка определяет, как мы составляем, то есть грамматика и синнексис русского языка с цепой точного, определяет, в каком порядке у нас слова в предложении идут. Точно так же в DSL у нас есть какая-то структура, которая определяет, в каком месте какие конструкции могут быть использованы, а в каком месте какие не могут. То есть вот, например, два очень простых примера. Это, собственно, Gradle и Kotlin DSL. Первый пример показывает, ну, там даже не Kotlin DSL, даже, по-моему, на Groove it ровно так же выглядит, почти. То есть первый пример показывает обычную императивную конструкцию. То есть первый метод, первый вызов, второй вызов. Второй вызов выглядел бы ровно так же, независимо от того, есть там первый вызов, нету там первый вызов, какой-то другой там первый вызов, неважно. В втором случае у нас появляется структура. То есть внутри блока dependencies у нас появляется слово compile, который за пределами блока dependencies не существует, который делает что-то новое. То есть у нас появляется уже какой-то синдекс, из которого не было в окружающем, то есть которого не было в простой программе. При этом это по-прежнему остается обычным языком программирования Kotlin с обычным набором фич, ничего как бы волшебного. И ключевой инструмент, из которого мы такие DSL-и собираем, который практически во всех DSL-ах так или иначе используется, это лямбда с получателем. Что такое лямбда с получателем? То есть что такое лямбда понятно, что такое получателем? Это термин происходит на самом деле из языка smalltalk, то есть в smalltalk мы говорим, что мы не используем термин вызов метода, мы используем термин посылка сообщения. Соответственно тот объект, которому мы это сообщение посылаем, это получатель. Соответственно у нас тут в случае Kotlin мы говорим по-прежнему о вызовах методов, но все равно для того объекта, на котором мы вызываем метод, мы используем термин получатель соответственно посмотрим что это такое вот у нас есть например какой-то код который использует функцию build string который получает ламду в этой ламде есть параметр это вот это самый sb дальше мы на этом sb вызываем методы то есть вот это sb sb это получатель явно выписан то есть sb . append это вызов метод с явным получателем тут вроде все понятно что происходит но немножко длинновато потому что нам это sb приходится повторять если нам нужно в string builder нам добавить там 15 строчек нам нужно название этого string builder 15 раз повторить это довольно уныло поэтому мы можем сконвертировать ламду так чтобы она стала лямбдой с получателем то есть вместо явного sb у нас появляется неявный получатель который мы как всегда идентифицируем словом this то есть соответственно вместо того чтобы писать sb append мы теперь можем писать this . append а поскольку this может быть опущен то соответственно мы вместо того чтобы писать this append пишем просто append вот и на самом деле для того чтобы разбираться в таких ситуациях нам опять же помогает и да и очень сильно то есть мы котлен плагин умеет в таких случаях показывать специальную подсказку что вот это после такой фигуры с помощью он показывает вызовет отчественный builder то есть у нас внутри тела этой лямбды появился новый неявный получатель соответственно вызов объекта которые здесь написаны будут пытаться резолвиться в методы вот этого получателя то есть вот этот append будет на самом деле вызван string builder . append то есть мы фактически внутри этой лямбды изменился контекст то есть методы то есть то что мы то есть мы можем вызывать не только методы всего что мы вызываем всего что мы вызываем вокруг но и методы вот этого дополнительного неявного получателя как мы на кей лямбда объявляем то есть вот слева показано объявление обычной лямбды то есть у нас есть здесь функциональный тип то есть action это тип лямбды соответствует и лямбда есть параметр string builder и она возвращает юнит то есть ничего и мы ее вызываем просто как обычного перемена как обычный вызов лямбда то есть action вот вот этой штуки что нам нужно сделать для того чтобы она стала лямбда из получателя нам нужно взять вот один из ее параметров то есть в данном случае это единственный параметр string builder и вынести его за скобки то есть перед скобками его поставить написать string builder . и дальше собственно обычный тип параметра в данном случае это будет лямбда без параметров потому что у нас больше никаких параметров не надо но если там какие-то еще нужны то они у нас тоже есть и вызываем эту лямбду так как будто бы она была методом того объекта который должен стать получателем то есть мы пишем sb . action вот это action это не метод string builder это вот эта самая лямбда которую мы здесь объявили ну и соответственно дальше становится возможным то что то что мы здесь делаем то есть то есть этот объект становится не явно получать или мы можем вызывать на нем метод то есть фактически у нас здесь возникает та самая структура о которой мы говорим то есть внутри этой лямбды у нас действуют другие правила разрешения имен чем снаружи это лямбда это так вот та самая структура и та самая грамматика которая является характеристикой доменно-ориентированного языка если мы посмотрим например чуть-чуть побольше на этот самый нагрел dsl например то мы как раз увидим здесь что у нас в каждом из этих блоков появляется новый явный получатель то есть появляется новый вот этот волшебный this соответственно в блоке dependencies мы можем вызвать метод компайл которого нету в методе в блоке configure потому что в методе dependency у нас не явный получатель там одного типа в методе configure другого типа и собственно вот это собственно главное из чего все и строится то есть главный главный кирпичик из которого собираются все dsl вот и в качестве просто чтобы показать немножко еще больше показать какие еще клевые штуки можно сделать вот собственно наш канонический пример крутизны dsl и это dsl для построения html то есть эта библиотека code.inx html которая доступна у нас которая доступна на гитхабе который мы сами пользуемся во всех наших веб-проектах которые мы делаем jetbrains и она собственно представляет dsl для создания html страничек то есть в ней есть методы для каждого тега и дальше можно там задавать атрибуты контент и так далее всё что вы можете ожидать то есть у вас получается такое дерево вложенных лямп то есть для каждому вашемеллер каждому как бы тегу который там открывается закрывается у вас здесь соответствуют лямда которая тоже открывается и закрывается и вложenced лямб это вложенное дерево вот этих самых неявных получателей близ ресиверов то есть которые вот здесь показано там это будет сначала table table телефон класс Тобственно, table — это название класса, который содержит все методы для работы с таблицей. Дальше tr, td — то же самое. Чем это круто? То есть понятно, что HTML писать, в общем, люди умеют довольно неплохо писать HTML, без всяких там деседий странных. Интересно становится в тот момент, когда мы осознаем, что нам вообще-то больше не нужен тимплейтный язык. То есть те вещи, которые мы хотим... То есть в реальной страничке у нас всегда есть какие-то циклы, есть какие-то там условия, какие-то еще что-то. И поэтому мы не пишем на самом деле HTML, мы берем gsp или velocity, free marker, time leave, кому что больше нравится. И там это, соответственно, в ниджавском мире какие-то другие решения. И эти штуки нам дают какой-то синтаксис для того, чтобы писать циклы, какой-то другой синтаксис для того, чтобы писать условия и так далее. Нам нужно этот синтаксис учиться понимать, с ним работать. Это все довольно неидеально. Тут нам ничего такого не нужно. То есть тут мы прямо... Вот у нас есть цикл. Если нам нужно писать цикл, у нас есть в нашем языке конструкция для того, чтобы сделать цикл. Называется for. Мы пишем обычный совершенно котленовский цикл for, безо всяких дополнительных штук. И внутри этого цикла for дальше мы продолжаем конструировать наш HTML. Но циклы это полбиты. Циклы не очень как бы круто. То есть циклы, наверное, никого особо не возбуждают. Интереснее становится вот в этот момент. То есть вот у меня есть какой-то код, который строит мою HTML табличку. Я выделяю какой-то блок и нажимаю клавишу экстракт-метод. И поскольку это обычный код на код, у меня, естественно, происходит экстракт-метод. То есть ничего неожиданного сейчас не произошло. Но если представить, как бы вы делали то же самое в HTML темплейте, это совсем не так просто и совсем не так красиво. Вам придется сильно больше усилий потратить, чтобы что-то такое сделать. И дальше этот метод я могу сделать инстантметодом класса, могу перекрывать в других классах. То есть все эти инструменты для создания абстракции, которые мне дает полноценный полнофункциональный язык программирования Kotlin, вам по-прежнему доступны. И с точки зрения гибкости конструирования кода, все это работает. Понятно, что это все не бесплатно. Понятно, что стоимость использования вот такого подхода, это то, что человек, который ничего кроме HTML не понимает, не будет с таким кодом так же эффективно работать. Там появляется немножко более длинный раунд-трип, потому что если вы хотите что-то поменять, вам нужно пересобрать код на Kotlin, а не просто отрефрешить браузер, чтобы он перегрузил статическую страничку. Но, тем не менее, по нашему опыту эти преимущества перевешивают. И мы как бы все вот этим пользуемся и очень любим. Ай, нет, не ай, все хорошо. Вот, собственно, реально я не буду подробно рассказывать про реализацию, то есть у нас есть станичка на сайте, где все это подробно объясняется, но тут, в принципе, ничего волшебного не происходит. То есть у нас есть тег, в котором мы собираем дети этого тега, и дальше для каждого конкретного тега есть просто подкласс, который определяет, что с ним можно делать и какие в нем могут быть вложены под теги. Вот, и, собственно, вот эта ссылка на библиотеку, где можно этим всем скачать, которую можно подключить в ваши проекты, и все это всем этим воспользоваться. Отдельная крутизная этой библиотеки, кстати, в том, что она работает и в Kotlin.js, и в Kotlin.jvame, то есть вы можете даже завести мультиплатформный проект, в котором у вас один и тот же код рендерит какой-то HTML, и этот же код выполняется и на сервере, и на клиенте. У меня про это есть отдельный большой доклад, я не буду сейчас подробно останавливаться, но если кому интересно, подходите, потом я покажу. Вот, и на закуску еще один другой DSL, а именно DSL для тестов. Вот тут написан какой-то обычный ассоршен, как вы пишете наверняка много раз в ваших собственных тестах. То есть вот у нас есть какой-то метод, который вам нужно проверить, что вот начинается, про ассоршен, что название языка, которое вы программируете, начинается слово код. Нормальный такой код, джавский, старенький. Можно на кодере написать вот так. То есть name should start with code. То есть should, то есть что здесь происходит? То есть сразу понятно, что стало короче, стало меньше шума, как это работает, что мы здесь сделали? Мы здесь делали не очень сложную вещь. То есть мы сделали, мы объявили should, это инфиксная функция. То есть это функция, для вызова которой не нужно писать точку и скобочки, это функция, которая просто ставится между получателем и аргументом, и которая, соответственно, выполняет свое тело. Тело в этой функции, собственно, эта функция принимает лямбду, то есть принимает в эту самую лямбду верифайр и просто выполняет эту лямбду на том объекте, который слева от этой функции стоит. А start with – это функция, которая такую лямбду возвращает. То есть я обращаю особенно внимание, что вот этот блок кода в скобочках – это не тело функции, это лямбда, которая возвращает эту функцию. То есть это функция высшего порядка, которая возвращает другую функцию, то есть вот эту лямбду. И вот эта лямбда уже выполняет проверку, что начинается ли это с префикса, не начинается, если не начинается, кидает exception. Очень красиво. Можно еще красивше. То есть если мы на это посмотрим, мы видим, что тут есть скобочки, которые, в общем, не очень похожи, то есть не так похожи в естественном языке, а таких скобочек нет. Еще какая-то большая буква зачем-то. Можно еще круче сделать, можно вот так сделать. То есть тут вообще как бы вот это, казалось бы, вообще даже не похоже, что это программа на Kotlin, но тем не менее это как бы вот она и есть. Это все, кстати, не я сам придумал, то есть эта библиотека KotlinTest есть. Она вот, как можно, она в отличие от того… Короче, она называется так, как будто бы она была стандартной библиотекой, на самом деле это set-party библиотека, которая подражает ScalaTest, неважно. Короче, вот это DSL взят оттуда, я реализацию немножко упростил, но суть та же самая. То есть что здесь происходит? У нас по-прежнему есть инфиксных функций, две. Одна инфиксная функция should, другая инфиксная функция with. И дальше у нас есть очень странная штука, именно у нас объявлен объект, объект start. И этот объект использован в качестве параметра функции. В нормальной жизни это довольно бессмысленно, то есть нам вообще объект, он и так, объект, мы можем и так к нему с любого места обратиться, зачем нам передавать его функцию? Затем, чтобы указать, какой именно верлот нам нужно выбрать. То есть это фактически такая очень странная штука, которая просто предназначена для именно выбора оверлода. Оверлод, соответственно, если мы выбираем оверлод start, то создается именно объект start в раппер, то есть у нас есть такой же object end, который создает такой же end в раппер, и внутри уже этого start в раппера уже есть функция with, которая выполняет ту самую проверку и кидает exception, если значение не выполнено. Вот такая красота можно, такую красоту можно на код не плодить. Вот, собственно, чтобы немножко подвести итог, не пишите лишнего. IDE вам очень много всего подсвечивает про то, предлагает очень много предложений по улучшению и убиранию лишних деталей и так далее. Обращайтесь на эти предложения внимание. Не тратьте время на разговоры о форматировании и дебаты о том, написании друг другу комментариев про то, чтобы не хватает пустых строчек. Пользуйтесь форматированием в IDE. И DSL – это одна из самых клевых и мощных возможностей код, и освойте ее и пользуйтесь ей в своих проектах. Про DSL, кстати, сегодня будет еще хороший доклад ближе к вечеру. По-моему, Иван Осипов зовут докладчика. Там просто будет большой контрельный пример DSL разобран. Там просто у меня какая-то более теоретическая часть, у него будет более практический подход. У нас есть чуть-чуть времени на вопросы. Если сейчас не успеем, я буду в дискуссионной зоне. А еще приходите, пожалуйста, в 8 вечера на Birds of a Feather сессию про Kotlin. Я там тоже буду. Там можно спрашивать меня, Андрея и Рому про всякие, про всевозможные вещи про Kotlin. Вот, спасибо. Спасибо большое. Друзья, поднимите, пожалуйста, руку. Я думаю, что мы один-два вопроса действительно успеем осветить. Есть у кого-то вопросы? Я вижу. Есть вопрос, да. Кратко в двух словах. Отличие Kotlin от Skala. Я скажу так, если вы программируете на Skala и вам все нравится, то вам не нужно вникать в ответ на этот вопрос, у вас все хорошо в жизни, и вам не нужен Kotlin. Если вы Skala не изучали, вам тоже не нужно изучать этот вопрос, изучайте Kotlin, попробуйте, нравится вам или нет, и если нравится, то, соответственно, оставайтесь с нами. Если вы любите, если вы очень любите всякие штуки, типа, не знаю, higher kind of types какой-то, dependent types, короче, какие-то, если вы знаете, что значат эти слова, и не мыслите бизнес своего программирования, и почему-то до сих пор не программируете на Skala, то попробуйте программировать на Skala, это, наверное, то, что вам нужно. Дальше приходите на Бофф. Да, спасибо большое. Здравствуйте. У меня такой вопрос по поводу DSL. Я как-то раз пытался, ну, экспериментировать с этой штукой, и вроде все круто, то есть получается, что можно писать прям компактно, декларативно и все такое, но как-то получается, что если код достаточно сложный, то есть, ну, получается, большая простыня, какие-то DSL-вызов и куча вложенных лямб, и я где-нибудь налажаю вверху, то у меня IntelliJ просто начинает плавить мою машину, потому что пытается сообразить, а что же там происходит внутри, и все начинает, ну, ломаться. Это я что-то не так делаю, или вы, может быть, как-то это почините когда-нибудь, и вообще нормально ли это практика? То есть, во-первых, да, действительно, там есть проблемы с перформансом, которые мы починим и которые мы сможем и будем чинить. Ну, и вообще, с другой стороны, как вы пользуетесь комплишном? Если вы пользуетесь комплишном, то он вам до какой-то степени защищает от того, что вы что-то напишите не то, потому что он покажет вам доступные методы, и дальше с ними немножко проще жить. Да, признаю, есть неидеальности в этом месте, да. Будем чинить. Спасибо всем большое за вопросы. Я предлагаю всю дискуссию, собственно, переместить в дискуссионную зону, где можно будет найти Диму в ближайший час. Давайте еще раз поблагодарим за доклад. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...